Домашние хлопоты, а именно уборка снега на собственном участке, может стать отличной жиросжигающей тренировкой. На открытом воздухе за час мы потеряем 450 килокалорий. Ровно столько же, сколько бы мы сожгли на беговой дорожке за час занятий. Или при езде на велосипеде за полчаса. Ууу, а работы? Просто поле непаханное. Снега в этом году выпало много. Это же практически безлимитный абонемент в спортзал. Что касается спортивного инвентаря. Лопаты бюджетно и практично. Это маловато будет. А вот это лопата с металлическим совком. И вот это тоже. Ах, тяжеленький. Подойдут для снежной корки. Вот это будем использовать для рыхлого снега. За дело. Как и перед любой тренировкой, перед этой стоит размяться. Чтобы не повредить и не потянуть себе никакую мышцу. Совершенно обычные, простые движения из утренней гимнастики. Вдох глубокий, руки шире, не спешите. Три-четыре. Подрасть духа, грация и пластика. Общее, укрепляющее, утром ободряющее. Если же в покающе гимнастика. Фронт работы. Автопарковка. И снега здесь. Ах, ну вот я не проваливаюсь. Но с учетом насто, потому что снег здесь еще прошлогодний, по коленам мне точно будет. Придется попотеть. Упражнение номер один. Катательно-сгребательные движения, чтобы так слегка откинуть снег в сторону. Подойдет для расчистки дорожек или придомовой территории, если она у вас не в таком, как у меня, состоянии. При такой расчистке в основном работают руки. Я сейчас чувствую трицепс, бицепс и дельту. Вот эта мышца на плече, которую трудно на самом деле накачать в спортзале. Но на свежем воздухе, убирая снег, так запросто. Эх, таким образом у нас будут работать и мышцы рук, и пресс. О, стройная какая. А если мы подтянемся в животике, то у нас есть шансы приблизиться к идеалу. Что ж, меняем лопату. Пора переходить к тяжелой артиллерии. Берем инвентарь с более широким скребком и более длинным. И этот этап на занятиях тренеры обычно называют силовым. Скребок и снег станут для нас дополнительным грузом. Сейчас у меня на руках килограммов пять. И здесь, что называется, выбирайте груз по собственным силам, чтобы спину не надорвать. Главное, при таком упражнении не прогибать спину. Не так. Не вот так. Работать ни в коем случае нельзя. Будут проблемы с позвоночником. За счет чего это можно сделать? Работать коленей и ног. Держим в приседе. Если не халявить и работать честно, то поверьте мне, через пять минут вы начнете чувствовать мышцы бедер и ягодиц. Что не может не радовать. А там, где снег рыхлый, меняем лопату. И здесь можно использовать скручивающие движения. Оп. Для талии. Очень полезно. Правда, советую делать их плавно, чтобы, опять-таки, не навредить спине. А теперь кардиоэлементы в нашей загородной уборке. Чувствую себя как бы в слизистой, скелетонистой при разгонах своего инвентаря. Оп. Повторов может быть масса. Тренировка круговая. Так что подходы себя не заставят ждать. Оп. Разговаривать не надо. Приседайте до упада. Да не будьте мрачными и хмурыми. Если очень вам не имется, обтирайтесь, чем придется. Фотными займитесь процедурами. У-ху! Налегке. Самый приятный момент. Новошняя работа выполнена. Цель достигнута. Автопарковка расчищена и можно звать гостей. Чувствуется все тело приятное усталости. Находите радости в любом дне любого сезона. Пользуй снежного фитнеса для души и дома. Прочувствовали на себе Наталья Винокурова и Илья Заречный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова